Идеальная модель никогда не осуществима. Идеальная модель по Гигель, она на то и идеальная, чтобы она служила нам образцом, но мы не пытались ее искать в реальности. Вот эта вот социальность, в этом смысле социальность, в смысле участия государства в лице своих органов федеральной исполнительной власти во всем на свете, это социальная идея, социальное государство это то, которое, не хочется говорить во все лезет, это то, которое вот это вот все на себя берет. Как мы эту концепцию в принципе понимаем? Лена, я думаю, к вам, не знаю почему, ко мне, но спасибо, вы первые, здравствуйте. Вы знаете, я думаю, что, не знаю, то есть мне вообще очень важно, что мы обсуждаем социальное государство сейчас, потому что вообще концепция социального государства находится в глубоком, и мне кажется, он в общем неостановимом кризисе, и вот эти все разговоры о том, что мы сейчас что-нибудь запишем, от этого у нас возникнет социальное государство, оно абсолютно проваленное. Идея, с моей точки зрения, по целому ряду причин. И это касается не только России, а Россия не в безвоздушном пространстве существует, социальное государство находится в кризисе абсолютно везде. Лена, а давай так, а что мы как граждане можем сделать для того, чтобы к такому идеальному социальному государству приблизить? Я не уверена, что мы туда хотим, в то социальное государство, в которое оно там, извините, впервые возникло 1800 какие-то, там, 50-е годы, да, то есть как идея, а потом она в 20-е лет развивалась, но за это время в мире произошло огромное количество всевозможных трансформаций и так далее, и самим государством произошло огромное количество трансформаций. И я предложу для обсуждения, ну как бы для нашей дискуссии три, с моей точки зрения, есть три причины, по которым оно, а, невозможно, б, не нужно. Первое, это то, что социальное государство, оно строится на доверие, да, мы доверяем государству, ну, такая, скажем, переведенная в ценностной, извините, в ценностной плоскость, принципал-агентская история, да, то есть мы доверяем государству отправлять какие-то функции за нас, оно за это, вот, делать вот это все, там, будет. А вы, прощение, гензы социального государства возбудете к тому моменту, когда возникла идея о, например, там, обязательном социальном страховании государственных писем, а в чём, в принципе, это просто берёт на себя функции попечителя. Берёт на себя какие-то функции социального обеспечения, самого разного. И, и возникло, и бездоверие это невозможно, то есть, то есть государство, граждане, мы должны доверять, да, этим органам, вот, опеке, доверяем мы опеке. но я принудительно нахожусь в отношении социального государства кризис доверия поразил не только в России отдельный вопрос, что делать с социальным государством в системно-коррумпированных странах это вообще отдельно стоящая история потому что вторая причина, по которой везде социальные государства вот кризис доверия поразил всех, то есть не доверяют вот не доверяют, мы не доверяем им, в нашем случае еще хуже потому что хотелось бы доверять, потому что мы их избрали там-то у них риск доверия, еще они сами избрали и сами не доверяют это еще такая лайт версия, а мы этих не избрали и в общем разумно не доверяем потому что они неизвестно откуда взялись эти люди которые нам вот это вот, вот то, что нам прочитали, сейчас подсунут а вторая причина, это то, что государство вошло во вкус вошло во вкус и оно стало плодиться и размножаться ну как, мы им дали возможность нас опекать они нас опекают посредством того, что возникает у них, как это, медузы горбоны, у нас стоят эти вот штуки скажите, а существует корреляция между уровнем корруппированности и стремлением брать на себя как можно больше безусловно, чем больше ведомств и меньше контроля, тем выше уровень коррупции это вторая глава основы основ антикоррупционной политики то есть они придумывают такой надзор, к этому надзору, надзору, надзору растут ведомства, растут возможности и они при этом абсолютно свято уверены, что они нам помогают при этом там где растет государство, там безусловно растет коррупция особенно в условиях кризиса доверия, то есть у нас мы умножаем, то есть возводим все это в какие-то другие математические модели, и третье, конечно, кризис доверия в связи с глобализацией кризис социального государства в связи с глобализацией а почему, как и в связи с? а тут совершенно очевидно, что государства становятся социальными не только для своих граждан потому что двигаются люди, двигаются товары, движется все и если, вот кризис с мигрантами показал нам во всей красе, что вот социальное государство а не знаю, германия, социальное государство, то социальное, оно должно выполнять функции социального государства не только в отношении своих граждан, на которых вот они из конституции распространили но и на любых других граждан, которые в силу тех временных обстоятельств оказались на территории к нам это не относится, у нас люди приезжают работать, но никакими социальными благами не пользуются а вот знаете, к нам это очень... у нас не москвичу в Москве, это трудно получить... вот в этом-то и... я же говорю про этот кризис социального государства, так не должно быть так не должно быть, потому что не может быть такое, что приезжают люди, работают, строят нам с вами дома у них отбирают паспорта, потом, не выплачивая им зарплату, отправляют их откуда они приехали так не должно быть, то есть получается, что... у меня не кризис от того, что мигранты пользуются слишком большим договором социальных послуг у нас от того, что они пользуются никакими... в любом случае... в любом случае, кризис социального государства налицо и вот я могу еще привести там какую-то кучу примеров, но я хотел бы, чтобы Юрий сейчас что-нибудь рассказал нам но вот я останусь присутствовать на том, что у социального государства здорово пошатнулась базовая платформа без возвращения доверия людей в то, что государство это делает для людей, а не для себя это абсолютно бесполезная будущая история с моей точки зрения